Ваши коллективы главы Александровича Ильична поздравить вас с днем местного самоуправления, вручить вас грамоту, пожелать вам самое главное здоровья, успехов в вашем труде нелегком и всего-всего самого лучшего. Спасибо. Я уже не признателен, но хотелось бы сказать, что Ваш институт большую роль играет в нашем регионе и оказывает очень серьезное влияние на подготовку кадров по направлению, что Вы свой труд вкладываете в такое нужное дело и для Ленинградской области, и для нашей страны в целом. Еще раз благодарю вас за поздравления. Уважаемые кингисепцы, граждане кингисепского района, коллеги, позвольте Вас всех поздравить с наступившим праздником днем муниципальных образований. Это важнейший и главный институт. Не зря же в Конституции Российской Федерации ему посвящена целая глава. 19-я, где определены роли и задачи местного самоуправления, как институт самостоятельного, не входящего в систему органов государственной власти, но находящегося в взаимодействии и конструктивном сотрудничестве в решении вопросов, которые определены данным институтом. Ленинградской области является пионером в развитии муниципальных органов, в развитии муниципального строительства. Таким примером является институт старост в Ленинградской области, который уже давно существовал, функционировал. И после встречи нашего губернатора Александра Ильича Дрозденко с президентом Российской Федерации и того доклада, который прозвучал от губернатора, этот институт приобрел внимание уже и в общероссийском масштабе. 17 апреля, в период праздного Дни муниципальных образований, в Сосновом Пару, выступая перед старостами главы муниципальных образований, главами администрации муниципальных образований, представителями общественности, депутатов, Сергей Евгеньевич Нарышкин говорил о том, что от степени организованности, от степени, как функционирует институт местного самоуправления, можно говорить о развитости общества в целом. И было отмечено, что вот тот опыт, который сегодня накопила Ленинградская область в этом направлении, в местном самоуправлении, будет транслироваться и распространяться на всю Российскую Федерацию. Еще раз поздравляю всех с этим важным, значимым праздником. Это праздник, который говорит о том, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации власть осуществляется народом через города местного самоуправления. Я благодарен судьбе и благодарен в первую очередь кингисепцев и гражданам кингисепского района, которые сделали правильный выбор и избрали достойных людей, которые сегодня представляют их интересы. Когда качественный депутатский корпус, конечно, работать очень легко и приятно. Что же удалось сделать? Ну, первое, наверное, что удалось сделать, в любом случае, как бы ни было тяжело, мы приняли бюджет социальной направленности. Основные позиции, которые у нас были направлены, которые рассматривались на культуру, на спорт, на другие аспекты, которые связаны с жизнедеятельностью города и района, они были сохранены. И, в общем-то, я считаю, что это было сделано правильно. И благодарен за понимание в этом вопросе администрации, что оно тоже двигалось по этому пути. В чем сложности? В сложности, конечно, опять же, в бюджете и в его наполняемости. Ясно дело, что денег всегда не хватает, что есть определенные аспекты и сложности в этом моменте для того, чтобы решать вопросы, которые стоят перед районом, перед районом. Первое – это вопрос воды. Воды в городе Кинесе. Работа делается, но я считаю, что если бы финансовых ресурсов было побольше, конечно, легче было бы эти вопросы решать. Второе – это не вы, конечно, говорите о прошлом, что это в прошлом, но, к сожалению, это такая причина, о которой нужно говорить обложить в миссисе от этого года. Это так, как мы строились в этот период. Весь город строился, каким образом он строился. А строился он интенсивно в 60-х годах. Как говорится, с колес люди быстро получали жилье, но с определенными издержками. То есть вот эти болячки, которые тогда были незаметны, теперь незаметны. В первую очередь это касается городской ливеневки. Отсутствие ее – это вода в подвалах, это проблемы, связанные с водой на преддомовой территории. Все мне безызвестны. И благодарю вам, журналистам, что вы это освещаете. Криковская 14, Автековская 9, такие огромные собираются скопления воды. То есть это проблема ливеневки. На это обращено внимание, с этим необходимо работать. Ну и вы все знаете, что... Почему я начал на своем углу делать эту работу? Она уже завершается. Это работа, связанная с подвалами. Любой дом – это фундамент. Любое образование, оно всегда строится на фундаменте. Поэтому, как мы будем делать, надо присядь от печки. Вот, наведем порядок с фундаментом, потом преддомовые территории, потом непосредственно уже нужно обратить внимание на и парковку автотранспорта. Вот здесь нужно сказать еще, что прежде чем людей наказывать за неправильную парковку, мы должны им предоставить альтернативу, где они должны на законных основаниях комфортно разместить свои автомобили. Это очень сложный вопрос, но над этим вопросом, с этим вопросом нужно заниматься. Если вы помните, когда при первой нашей встрече мы с вами встречались, я говорил о том... То есть мне задали вопрос, что вы считаете самым главным. И тогда я сейчас считаю самым главным – это культура. Вот как раз подвалы показали нашу культуру. Расположение там всего того, что не должно располагаться, нарушает допуск коммуникации, их ремонту, создает пожароопасную ситуацию. То есть это, короче говоря, и культура и бытовая, и культура безопасности, и культура обслуживания этих сетей, которые находятся в подвале, которые находятся в других местах. Все это как раз говорит о том, что вот у нас с этим делом все хорошо. Вот я сегодня на небольшой перерыв вышел в наш любимый темный летний сад. Грязный пруд. Еще пока не вычистили. И я вот опять на него посмотрел, смотрю, а что в этом пруду? Пластиковые бутылки, различные этикетки от использованных пищевых продуктов и так далее, и так далее, и так далее. Пачки сигарет, сами сигареты, ну и различный там мелкий мусор в виде палок, носок и так далее, и так далее, и так далее. Вот в этой части я обращаюсь ко всем кинесетцам, если у кого есть предложение, как не только вычислить, а как и сохранить чистоту нашего рассеющего места, летнего сада и нашего плода. Я стал работать над вопросами, связанными, и эта работа сейчас продолжается, но скоро первые, так сказать, ее результаты будут озвучены на депутатском часе. Что я имею в виду? Я имею в виду привлечение инвесторов, исходя из новых реальных экономических ситуаций. Ну, первое. Все крупные инвесторы, которые приходят через закон о организационной деятельности федеральной и областной, они идут через правительство Ленинградской области, и, в общем-то, наше взаимодействие с ними, оно может такой, ну, будем говорить на последний характер. Очень часто, сами знаете, как инвестируется компания, часть денежных средств, она не поступает в нашу уровню. В связи с этим, и о чем очень много все время мы говорим, 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 но пока только говорим, но я уверен, что движение пойдет, это должно касаться, в первую очередь, малого и среднего бизнеса. То есть мы для малого и среднего бизнеса разрабатываем инвестиционную программу, по которой, если они являются инвесторами в Кингисептский район, в городе Кингисепт, то они получают определенные преференции, которые мы можем дать, освободить от той, может быть, части налогов наших, на которые мы влияем. С какой суммы, там, с 10 миллионов рублей, с 15 миллионов рублей, или, наоборот, с 5 миллионов рублей, мы будем признавать человек на это. Инфраструктурные проекты приветствуются. Инвесторы в жилищно-коммунальном селе приветствуются. Инвесторы, которые сегодня готовы инвестировать в здоровье молодежи и в культуру, тоже приветствуются. Вот основные направления, по которым, я думаю, что данное положение мы будем разрабатывать. Поэтому я призываю сейчас торговлю к совершенно другому. Как говорится, собираться в товарищеские когорты, складываться капиталом, становиться инвестором, но уже в производстве, в другой сфере деятельности. Потому что, ну вот, я вот вижу и понимаю ситуацию так, что, вот увидите, что с учетом того, что было озвучено президентом Российской Федерации по этим направлениям, малый и средний бизнес должен стать тем модернизационным классом, который должен двигать нашу экономику и обеспечить стабильность общества. Вот в свое время у Петра Первого он опирался на класс дворянства, который он фактически создал, который дал ему возможность реализовать его основные выдающиеся рефории. Так и здесь, я считаю, что вот таким модернизационным классом, креативным, умеющим, значит, брать ответственность на себя и двигать экономику вперед, это может стать, не может, а он уже стал, только мы должны ему дать возможность самореализации. Сегодня та налоговая политика и другие аспекты сегодня не дают развитию малого и среднего бизнеса, поэтому он должен получить не только экономическое признание, но и политическое признание. Президент сегодня Российской Федерации Владимир Владимирович как раз в эту реку-то и нас ориентировал, поэтому вопрос времени. И чем раньше мы снизу начнем это поддерживать и давать возможность малому и среднему бизнесу реализовываться, через ту же инвестиционную программу «Завод по жирному газу» однозначно будет строиться. Вот вы все же знаете, так называемый наш Олимпийский мост, тот знаменитый съезд, который сделали, дорогу это так и не до конца не сделали. Вот если бы сделать этот съезд и направить дорогу в поселок Едисевский, это в конечном счете бы решило две задачи. Во-первых, позволило там начать строительство разного уровня, и малоэтажное, и высокоэтажное строительство парада, потому что сами знаете, любая стройка дается на всяком направлении. Ну и в конечном счете, кстати, эту идею озвучил наш депутат Иванов, он сейчас этим уже занимается, я ему очень благодарю, что они ищут различные варианты это даст доделать вот эту дорогу. И это даст возможность разгрузить определенные направления, но и в то же время получить восьмой микрорайон. И город уже будет у нас красавиц уже с двух сторон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok